запись видео пошла и поедемте я буду по дороге рассказывать вам сказки про приус сказка быль но в ней намек добрым молодцам урок как меня слышно поближе карту положил ну и давайте вот поговорим ребят тут сейчас мы скорость наберем и обычно езжу на круиз-контроле вот выставляю где-то 87 до населенных пункт и там с допустимым там еду 60 там 8 до чтобы не штрафовали вот здесь хорошо в этой машине очень удобный дисплей его всегда видно и в яркую погоду и поздним вечером яркость можно регулировать цифры большие даже у кого не очень хорошее зрение вот уже у меня начинают ухудшаться зрение отлично все видно табло читаемая вижу цифры одометра и километраж и скорость вот восемьдесят шесть километров мы на круиз-контроле поставили и так она будет держаться вот я сейчас прям на ручном сбрасываю скорость ну из 70 километров оставляем он где-то вот 66 67 едем по правилам населенном пункте вот но когда трасса там прям вручной я могу вот здесь вот видите в рычажок есть его вверх подымаю она у меня увеличивается вот видите если здесь кого-то интересует вот этот рычажок под рулевой я устанавливал сам стоит это в принципе недорого там тысячи две две с половиной по моему я за него платил и вот эту функцию очень удобно можно поставить самому в этот приус от как сняв заглушку здесь ну там кто интересуется в интернете есть как устанавливать круиз-контроль для тех машин у кого этой функции нет у меня потому что это резко дней здесь видите даже вот этого есть кнопочки еще должны быть богатой комплектации с этой страны на руле кнопочки еще есть вот там bluetooth там в общем что-то навигация но у меня такую нету вот зато есть смартфону туда я обычно смартфон вставляю с подзарядочкой есть увидел потом я вам расскажу вот но сейчас вот населенный пункт проехали видите вот я прям рулем то есть на педали не жму не вот у меня ноги всегда свободная я разгон делают именно этим рычажком то есть машина превращается полностью электрическое управление то есть это ручное и очень удобно управлять и даже в городе часто пользуюсь круиз-контрольным он хорошо и фиксирует скорость и легко с ним ехать то есть практически не устаешь не надо постоянно там найти нажимать отжимать то есть у вас всегда две ноги спарах свободно и но на всякий случай на тормоз надо было как бы при желании допустим скидывать можно рычажком скидывать да вот смотрите вот видите сейчас поворот заходим вот можно рычажком видите нажимаю я рычажком можно скидывать можно опять допустим фиксировать разогнались и вниз рычажок делаете вот все и она вот уже едет с фиксированной скоростью 93 километра в час мы сейчас едем с фиксированной скоростью вот такая вот интересная функция но у всех сейчас моя наш современных машин круиз-контроль есть я думаю здесь удивлять никому не надо но почему-то и очень мало пользуются так же как и например автоматическим кондиционированием воздуха вот я например поставили постоянно поставил там на 20 там ну когда жарко 23-24 ставлю да вот зимой допустим должен там по типу потеплее но обычно градусов 21-22 это у меня по вполне так прохладник в салоне хорошо вот автоматически к чем хорошего этот автоматический кинцах кондиционер он позволяет экономить бензин очень здорово это зависит в отличие от бензиновых машин здесь энергия на кондиционирование берется с аккумулятора с электрического с большой высоковольтной батареи вот и из-за этого очень эффективно ребят идет именно я бывает с дачи еду из загорода и вот за там плюс 33 больше 30 там плюс 35 даже до бомбовала за специально засекал у меня четыре мид даже меньше четырех литров получалось бензина на я проду так спокойно всегда еду езжу там никуда особо не тороплюсь как говорится пенсионерю вот мне такой стиль нравится я раньше как-то гонял и уставал то есть когда там гонишь у меня были другие машины там жигули и так далее там гонишь там как все там под стопит уже уст приезжаешь уже руки дрожат усталость на глазах здесь же я вот еду на приусе я всегда отдыхаю ребяту там надо тружусь где-нибудь накопаюсь наковыряюсь до сажусь приус и тащусь балдею то есть для меня это отдых то есть езда в машине это ребят для меня отдых я просто балдею от езды в машине как бы но кто на приус ездит может меня поймет потому что это офигенно там жару холод здесь всегда комфорт офигенный то есть как бы плавность хода и все знаете то есть как бы такое какой-то от машины вот кайф какой-то вот помню когда мне двойка жигули было там кому-то фортику надо открыть когда ты там дуть начинает и вот все время всегда вот какие-то эти вот знаете там звук скорость там приезжаешь усталый прям как пытка какая-то когда управляешь машина от приусом очень удобно даже вот я сравниваю даже ты на марке там тойота другие как бы там они как-то напрягают постоянно работа двигателя то сюда-то надо что-то там делать здесь вот как бы д поставил драйв до вперед и все ешь и едешь спокойно балдеешь отдыхаешь то есть это просто офигенно ребят кто управлял приусом тут меня нам понимают как любители вот этих машин когда чувствуешь знаете как тапочки такие знаете это просто кайф когда тачкой приусом управляешь и знаете хочу сказать допустим папа по отношению к тридцатке ездил я на тридцатке тоже купил тридцатку 3 30 плюс ну тоже как бы загорелся думаю опуха хорошая машина да ну и потом когда купил как бы был немножко разочарован даже я ожидал в машинах к чё-то большего лучшего так как она более современная да но в результате этого не получил как бы да и а наоборот даже как-то расстроился потому что двадцатка она как тапочки мягкие от 30 кузов не знаю она как-то какая-то другая ребят папа кайф вот именно двадцатка мне больше нравится то есть как бы если может пластик ее тридцатки какой-то там найти вроде а так современно сделано до красивый кузов так все да вот фары но но двадцатка лучше там как ты двери там то есть то чувствуется то ли в машине заложено даже по качеству там больше чего-то понимаете то есть по материалам а вот тридцатку уже как-то упростили так знаете даже двери закрываются не так как в этой машине там заднюю дверь закрываешь особенно вообще как консервная банка но реально какая-то банк но такая как вы говорят погремушка что же да ну хотя как я бы не сказал тоже тихая машина кто привыкает там понятно да не норму сейчас современные все такие делают уже просто я не могу не ездил я не на киа рио не на киа солярисе хотя примерно можно сравнить то же самое наверно там по металлу на такой же тонкий на там но японцы хорошо делают то есть в этом плане сами увидели что они практически не металл хоть и тонкий ставят легкие машина получаются у них но зато металл крепкий то есть не менее во первых он сам по себе состав металла хороший плюс обработка хорошая антикоррозийная экран и покрытие вот красочная это дает возможность металлу очень долго долго держаться даже в наших соленых ваннах когда мы купаем ее там в этих соляных растворах каждую зиму машина как бы держит то есть многие уже сдают сдавать начинают там цвести дырки какие-то а у этой нет как бы благодаря тому что все-таки хорошо красят машинки в этом плане пожаловаться на логокрасочное покрытие не могу на на кузов на обработку то есть очень хорошо и вот с точки зрения со всех точек зрения если так вот совместить все это совместить все эти точки зрения то реально машина очень интересная получилось двадцатка и как бы купив ее там за 350 они сейчас стоят до примерно там 350 400 тысяч это очень выгодная цена если вам попадется такой не убитый вариант который там еще с нормальным двигателем который еще не масло не ест это вообще супер будет потому что здесь вот чисто технологически это я так скажу она японцы и там говорят надо жить то есть лить жидкое масло 0 0 в 20 но я с этими инструкциями как бы инженеров по своему опыту как бы ну можно ли далее лейте там к хорошие подходящие условия про зимние да там она нормально работает но когда вот лето и так далее уже нулевка ребята она слабенькая она не так защищает двигатель она до экономичная на движок хорошо как бы работает до бензина мало кушает но в угоду того чтобы вот эти экономические показатели поддерживать они это рекомендуют типа нулевку лить но они утаивают что в скобочках за скобочками надо было еще говорить что вы сокращаете срок службы двигателя то есть износ увеличивается понимаете канал нулевочку льете поэтому лучше 5w30 лить а если уж там на чуть-чуть нужно начала подъедать это чувствуется износ то еще более густой 5w40 вот и так по нарастающей в принципе машины вот у этой машины ребята пробег 161 тысячи я брал ее с прямо из-под японца нас на строгом токийском сало это как называется их не вот эти аукционы токийские там в токио самый строгий актракцион а там как-то называется ацц как-то ац в общем там есть тоже них субординации есть строгие менее строгие аукционы вот но это и от этого там тоже отца оценки там как бы тоже варьируются но это как бы была строгая машина и здесь никаких скручивания там во первых японии это преследуется наказуемо да и кто скрутит там они обычно этим не балуются как он у нас там или других странах может быть западной европе там крутят да ну вот вот эта машина 67000 на ней было когда пригнали из японии вот на 70 я там масло заменил из как бы стал эксплуатировать эксплуатировать вот она у меня на сегодняшний момент от заливки до заливки масло не берет то есть как щуп стоял так праве практически стоит но я сразу на нее в нее стало лить 5w30 не стал я на легкие там всякие я стал виска 5000 проверенное масло которое предыдущий тойота лил она показала отличные свойства это масло при же петролем виска 5000 вот но я его и влюю и до сих пор плювки и приусы слова и все это подтверждается хорошим пробегом и нормальным ресурсом вот хуже от этого ребят движок у вас не будет работать то есть вы да практически даже ничего не заметить что у вас там нулевка или 5w30 зато срок службы движка вы продлите то есть у вас не будет износа такого потому что вы сами понимаете чем же масло там тем трение больше деталей а там они так сконструированы таким образом то что все таки ну как бы экономически да по под этом масло оно рассчитано по под более жидкое да но я еще раз повторяю инженеры утаивают гонятся за показателями там экономичности да там по выхлопам и так далее но в то же время утаивают что писали бы еще но и заливая 0 вы там сокращаетесь плеете там с ради бога знаю нулевку но тем самым вы можете сократить даже так можете сократить срок службы двигателя но в так так и получается вы постепенно уменьшаете я нулевку вот и вот я вот и не знаю я конечно вот если бы побольше ездил бы и был вот у меня пробег на 300 тысяч и на на этом 5w30 я бы конечно смело сказал что вот ребят нылью в 5w30 и расхода никакого нет масла никакого расхода масла нет но пока этого конечно не могу сказать пока пока у меня только 161 тысячи пройдено расхода масла никакого нет вот ну и пока я думаю таких особых не предвидится ребят затрат там двигатели потому что когда все таки масло начинает есть уже там есть опаска я вот купил для экспериментов 5 то есть этот prius 2003 года уже комплектация в полной тоже праворукий у него там пробег 284 тысячи уже да и вот он масло подъедает в наш предыдущий козыг к хозяина лил туда нулевку потом вроде перешел чувствует масло живет на живет начинал где-то вычитал стал уже погуще масло наливать 5w30 но я сейчас вообще туда 5w40 залил вот посмотрим как она уменьшится немножко расход или нет но уже износ двигателя есть вот видите ребят 280 тысяч да вот я думаю так вот если на этой машине еще тысяч 10000 накрутить тот можно будет уже говорить если масло не будет жрать то эксперимент практически удачной ну нет пропусти не хочет пропускать ну ладно подождем вот видите мы сейчас я держу ногу на тормозе и абсолютная тишина ток тихонечку чуть-чуть шелестит кондиционер двигатель не работает поэтому эта машина для меломанов даже кто-то музыку слушает в городе асфальт хороший она тихая машина и можно все детальки звука послушать не надо даже громко включать музыку все очень прекрасно слышно на приусе офигенно ребят вот это вот эта деталь когда двигатель выключается все вот это именно для современных условий кто-то этот просечет эту фишку я-то и просек еще знаете когда эту фишку в 2000 ты тысяча девятьсот девяносто пятый девяносто шестой девяносто семя года и когда я тоже первую тойоту купил тойоту спринтер у меня аж такие мысли были вот японцы бы еще бы сделали бы так что двигатель отключался вообще было бы супер да вот вставляете это у меня мечта была такая то но думаю вот хорошо потому что в то время уже пробки на стали образовываться ребят а пробки в то в том плане что бензин жалко был уже стоит машина коптит дымит греется движок да как бы все работает крутится но думаю вот вы придумали так чтобы она отключался так и все и вот стали делать ребят гибриды японцы 1 этапа услышал там по радио где-то потому стал интересоваться вышел гибрид 1 десятка вот он был такой форма еще как бы седанчик такой выпустили и вот я вот этой машины стал интересовался но отказал двадцатка вышла прям я загорелся купить машина то потому что все технологии как раз для меня подходили современные вот как купив я неделю ездил не мог врубиться потом как врубился понял как это классно ребят когда вот таким образом все экономится потому что там mercedes и стали вот систему автоматического там выключение двигателя доделать но это все не то ребята нет и система не дерганые машины из-за этого и много там отрицательных нюансов есть здесь вот эта система офигенно вот именно сбалансирована как в курс супер там когда очень удобная система ребят то есть и вот здесь тормоз работает никаких ударов в педаль как у mercedes там есть вам бывает там резко тормозить такой отбой идет здесь же тормозом как значит с обцеплением иной раз работаете там когда нужно там хоть подняться скользко и так далее здесь антибукс еще интерес система и в то же время допустим при торможении плавника тормозить у вас начало идет сбор энергии в аккумулятор то есть от того что электромотором тормозить и она работает как генератор генерирует энергию торможения уже в электричество и передает в аккумулятор то есть это сама система ребят полного гибрида она очень 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 эффективная и кроме тойота вот сейчас вот я вам скажу очень интересную вещь кроме тойота на сегодняшний день у никто гибриды полный него не выпускает насколько я знаю потому что это патент ребята они вели когда выпустили выпускали выпустили двадцатку они вели 600 патентов то есть запрещающих другим фирмам это использовать поэтому другие фирмы там mitsubishi honda там сайт по-моему называется у них они не полные гибриды они половинчатые полу гибриды то есть схемы принципиально другая то есть не полная и это не позволяет по полной полную экономию сделать да у них тоже движки выключаются то сюда но это не полно если кто заинтересуется именно системой полного гибрид это только тойота ребята читайте в интернете подробно как функционирует аж там довольно таки очень хитро все умно сделано и кто интересуется системой полного гибрида гибрида автомобиля именно дает а прям находите схема вот эти принципиальные смотреть чем полный гибрид отличается от неполного очень интересная информация и вот на сегодняшний момент весь модельный ряд у тойоты практически весь оснащен кроме бензиновых двигателей они делают именно гибриды то есть на все там на мини венчике на кроссовера везде уже ставят они гибридные двигатели ну и знаете там лексуса тоже означаются гибридными двигателями это тоже подразделение корпорации тойота только расположенная под маркой бренда lexus уже выпускается тоже с гибридным двигателем вот у меня например на тридцатки сгорел инвентарь но это отдельная тема я про нее еще расскажу там практически а сам виноват был но сейчас о другом я хочу сказать сгорел инвентарь и ребята мне поставили от лексуса то есть там практически одни и те же гибридные системы что приводит 30 стоит что в лев в лексусе есть там я забыл 250 по-моему там не помню там лексус какой был сейчас точно не могу сказать ночи матлекс поставили такой седанчик такой тоже лексус такой спортивного типа словась установка там практически инвентарь подходит от лексуса вот поставили ребят круиз-контроль и я спокойно можно ли прибавлять увеличивать скорость вот видите вот здесь под рулевой упчатель вверх чуть побыстрее едет вниз чуть чуть помедленнее то сделайте она на два с половиной километра регулирует то есть один раз нажали два с половиной километра меньше вверх нажали на два с половиной на два километра быстрее где-то ответить я сейчас вниз чуть нажимаю чтобы ровно за грузовиком ехать вот нажал он принципе едет с одной скоростью вот такая интересная ребят машина прям едете и тащитесь обзор хороший зеркала боковые отлично видно зад я привык тоже зато отлично видно и там вот есть тут как бы два стекла и посередине идет такая полоса да и вот эта полоса и но раз даже очень хорошо защищает от ослепления сзади едущих машин наш когда свет горит вот эта полоса как раз перекрывает эти пары на определенном расстоянии до когда машина находится на дистанции как раз это полоса перекрывает свет фар то есть плюс хорошо но здесь машина свечена ребят с камеры заднего вида еще поэтому если у вас есть трудность припарковаться по камере привыкаете не надо же как говорится назад заднего вида смотреть только смотрите на камеру и всегда припаркуете боковые зеркала и камера заднего вида вполне можно можете точно все это сделать красота ведь у нас какая погода сейчас едем а сейчас со скоростью 86 километров в час нам по попробуем сейчас сделать обгон что-то мне это здесь видите но раз вот не не видно там машина едут с правым рулем когда вот такая узкая дорога не очень хорошо видно поэтому приходится немножко подальше от машины как бы зато здесь можно как бы вот уже 116 видите мы 120 километров разогнались обгон можно делать но аккуратнее надо быть с правым рулем зато в городе правый руль ребят это супер удобно то есть и те нюансы которые испытывают левосторонний здесь вообще супер у него видите с из кузова что-то сыпется не прикрыт кузов и камушки там всякие на у него летят поэтому могут стеклышко так отскочить и стеклышко под замену как-то так ездит у нас еще поэтому лучше подальше держаться от него и и беречь свои стекла ребят береженого бог бережет вот и машина будет меньше страдать хотя вроде там песок до насыпано какие-то мелкие камушки попадали песок насыпано не но не прикрыт песок так что вам еще ребят рассказать вот видите солнышко прыгать пригрел я климат контроль поставил на более холодная воздуху с 20 на 22 по мг температуру и вот он поддержит уже погромче шумит потому что как бы солнечная радиация уже действует но шумит довольно таки тихо если вы слышите через микрофон машина вообще тихо здесь вот сколько лет ребят не скрип вот таких у дает вот вещей которые некоторые жалуются вот то одно то другое то там вентилятор начинает скрипеть встает их нет то есть как бы там таких деталей или вот например недавно смотрел авто плюс там на ладу весту жалуются стеклу типа открываются закрываются и полоса них оставляются наш плаву плотните то есть вот этот который соприкасается со стеклами он корябы там попадается здесь такого нет ребята у меня стекла как новые ребята никаких полосок нет то есть понимаете да про что я говорю но это говорит о чем качественно ребят делают в принципе то что конечно я там слежу за ним стараюсь это чистоте содержать но факт такой что таких вот косяков нету и может стекла более крепкие там был более там плотное стекло стоит как бы не мягкой не царапающийся но заказа закаленность хорошая но факт такой что нету таких косяков чтобы потом туда-сюда там она поездила и потом как пути как мотовеет от царапин здесь вот они прозрачные все офигенные то есть какой стекла ребят вот я даже этот глобовой менял да не родной стоит а китайская вот тут вот брат покупал его там плачь и побросывая цене самая дешевая там по-моему в районе 2 800 2 800 ну понимаете это как замена это но не деньги да это не 15000 допустим когда-то меняешь там родной вам стоило 15 тысяч а это там 2 2 800 отдал и у тебя новое стекло брат китай ну и хрен с ним да потому что на наши дороги такие что это как расходник уже получается камушка попал опять надо менять ну и довольно-таки нормальные стекла из китайские я думаю кто там говорит там вот наши боровские хорошие не от китая вот этот разберите от фирмы чтобы там такие более-менее известные были вот у меня там я уже забыл как называется как это известная фирма на буковку f когда фэфэ как-то не помню нормальное стекло в принципе все видно хорошо глаза не устают искажения нету единственное только может быть какие-то искажение где самый не сутка немножко как бы чуть-чуть плывет как-то изображение вот самый где уже черная вот этот класса идет а то а так нормально ответьте чем хорош кузов ребят нету здесь никакого вида капота как некоторых машин там капот там еще звезда там да там длинные капота здесь она как капелька вся сделана кузов офигенный ребят здесь вот такая дайте расстояние до стекла большое это прям объем машина нас на я реально он большой получается у вас от этого кайф мать на больших скоростях это прям капелька она не шумов не издает ни зеркала ничего то есть обтекаемость очень хорошие по моему коэффициент у ней 0 25 это прям практически как у спортивных машин то есть очень-очень высокий коэффициент аэродинамическое сопротивление у prius 230 там еще лучше они сделали 0 24 по моему там коэффициент если так к примеру будете свои седаны смотреть там у ваших седанов коэффициент там 0 0 28 там лучшем случае 0 29 вот так вот 0 30 там но про минивэн и еще не говорю там не хочу еще больше коэффициент сопротивления вот но ту седанов там а в районе 0 28 там коэффициент поэтому игру по аэродинамичным характеристикам prius суперский не зря потом стали выпускать хэтчбеки такого плана и mercedes выпустил сначала бмв на видели x5 да но там форма хоть она такая хэтчбековская да вы сами понимаете этот мотор мощный занимает очень много места как бы капот там конечно не приус не вне форма приуса но очень похоже там потому что все таки они поняли что вот это вот этот класс автомобилей лифт бэк хэтчбэк так как называют они очень востребованы это что-то универсальное между универсалом до их и обычным седаном и вот в эту машину я говорю можно и положить и холодильник там и диван перевести то есть она превращается универсалов то же время как и седан то есть очень удобный ребят кузов вот я считаю самый удобный кузов он допустим имеет плюс от универсала в то же время не имеет минусов универсал то есть как бы а имеет плюс седана то есть вот именно такой такой универсальный вариант то есть кузов очень удачно ребят вот эти хэтчбеки лифтбеки они офигенные где есть 5 открывающийся дверь и можно превратить как бы машину превратить в универсал то есть и перевести если надо что-то и и очень комфортно ехать то есть по комфорту не хуже седана получается потому что считается как бы седанство по комфорту самый лучший до кузов реально японцы молодцы добились того что их хотите хэтчбек лифтбек они по кайфу по комфорту уже как довольно таки тихий деревень комфортной машины стать делать плюс конечно цена ребят цена машины это сами понимаете конечно не супер там пупер класс когда там у вас там вообще супер сумка там супер там движок там какой-то это обычный как бы хозяйственный хэтчбек да но настолько грамотно сделано что очень не выгодная покупка становится по отношению цена-качество это просто супер ребят поэтому я всем рекомендую всем рекомендую кто заинтересовался интересуются привозами берите если вам попадется живой вариант двадцатки берите 20 хотя конечно же время ребят изменилась и такую машину но из японии сейчас гонят я так смотрю даже у двадцатки гонят как даже покупают наш там в японии цены на них вообще упали да как бы на 20 потому что машина которая там грубо там 12-15 лет там они там в районе тысячи двух тысяч долларов там стоят ну практически по нашим меркам меркам копейки вы там только платите пошлину в зверскую за то чтобы ее сюда пригнать там и государству отдаете деньги за как бы воздух там вот а так конечно машина вообще стоит даже машина там с пробегами там 150 200 тысяч можно брать вполне главное чтобы она была не не убитая то есть хороший ну скажем так как вот у меня в идеальном там состоянии хоть анализ пробегом по россии но вот вот она еще послужит еще и у ее там лучше всяких новых машин даже даже то что ты слышу люди покупают тот но там надо менять то другое вот особенно много как бы одноразовых таких машин по volkswagen стал делать вот при вот эти вот хоть их тоже хвалят машину да но раньше с дсг там у них проблема будет volkswagen впереди ей да то это одно то другое там как бы даже удивительно когда машина рассчитан только на 150 тысяч пробега потом и начинается геморрой с ней там дорогостоящий ремонт двигателя и так далее это я вот этого понять не могу как так проектировать машину вот этот машина еще сделано как бы на на совесть то есть есть приусы к в которых пробеги и тридцатки и двадцатки у которых пробеги за 500 тысяч там ванта в такси там ездит там и 800 и миллион километров даже есть такие машины которые наезжают вставлять то есть офигенный моторесурс и офигенный запас надежности прочности поэтому цена-качество края здесь бесспорно даже вот если брать нас таким фирмами там mercedes бы вы какие дорогие дорогие я думаю под вот этому параметру цена-качество toyota нагло выше немецких машин и тем более за последний вот эти новые машины которые стали делать я соглашусь что и toyota сейчас стали конечно упрощать машина чтобы их как бы поменьше хватало там ну на гарантийный срок quite и сокращают сокращают облегчают движки там поршня все это конечно моторесурс там влияют тому вот при усу 20 не относится потому что в то время они разрабатывали на совесть и тут разработки еще как говорится двухтысячных годов в те времена начала двухтысячных годов они вот эту эту модель именно делали на совесть потом от 30 она какая-то уже облегченная пошла так так скажем чтобы не обижать круга вот рецептки вот утонченная и облегченная но сами понимаете что это не очень хорошо на как бы сказывается на остальных показателях раньше я думаю mercedes конечно лучше гораздо делал машины бмв сейчас они закладывают уже меньше ресурсные данные показатели к сожалению не делают на века как бы а так уже практически это относится как ко всем машинам уже сейчас то есть уже маркетинг 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 там да вроде красиво фары поменяли красивый дизайн да но знаете что ваша машина уже этот как полуфабрикат ну да какой не полуфабрикат на как бы сокращенный вот ресурс но это специально сделано чтобы там обычно даже люди сейчас и пересаживаются статистика есть что люди уже подписали на новой машины подсели они там свою старинку продают точнее какую старик там трех четырехлетку там пятилетку до который закончился только гарантийный срок стройды там данных на вторичный рынок уже машина уходит его сдают добавляют опять там новое покупают и вот людей всех подсаживают на эту карусель ну и люди крутятся вертится там меня эти машины там вот у меня новые до другими фарами а принципиально машина только практически ухудшилась и обезжирилась так скажем какой запас прочности у предыдущей машины там другого поколения был то потом еще меньше облегчают и больше упрощают вот как